Посевная кампания завершилась, но, как видите, уже есть первые всходы озимых. И с нашим героем мы сегодня поговорим о том, каков будет в следующем году урожай зерновых. Село с весьма говорящим названием Колоски со всех сторон окружено полями, на которых почти круглый год растут как сами колоски, пшеницы и ячменя, так и различные бобовые и масленичные культуры – нут, соя, вика, горох и лен. Здесь мы снимали в июне уборочную кампанию. Здесь же мы и расскажем о ходе осенней посевной. Закончилась она еще в конце октября, но мы успели увидеть ее последние этапы. Техника гремела по полям, высевала ячмень, невзирая на стелющиеся туманы и мрачный небосвод. И здесь же, в Колосках, на улице Суслова, живет наш герой – Андрей Суслов. Такое название улицы давали всей семьей, и мы уже рассказывали об отце нашего героя Александре Суслове. А теперь убедимся в том, что работать на земле и заниматься сельским хозяйством – это не только семейное дело, но и настоящее призвание и искренняя любовь нашего героя. Родился на Сахалине все в 70-х годах, тоже в селе родился и всю жизнь прожил в селе. На Сахалине, естественно, занимались, ну, детство было, катались по тайге, учились, естественно, там рыбу ловили, красную рыбу, вот. Яблоки видели только в ящиках, персики видели только в банках. А когда приехали в Крым, мне было 12 лет, и когда я увидел, вот так вот грузовик проезжает, а он с яблоками, и спрашиваю, а куда везут яблоки? Они говорят, ну, к коровам везут. Я говорю, как к коровам? Такие яблоки к коровам, да. Ну, вот так вот, а потом, естественно, в сельском хозяйстве так и остался. Я три года отработал в колхозе, первый год это на шелкопряде, 16 лет я работаю в шелкопряде, потом два года у меня до армии было с кирдовщиком работал, с кирдой ставили. Кстати, зарплата с кирдовщика по советским рублям у меня была 600 рублей в месяц. Это сумасшедшие деньги. Да, и работа была, конечно, серьезная. Папа у нас повел нас в правильном русле, это открыть фермерское хозяйство. Ну, в то время, сколько мне было, 20 лет. О каком фермерском хозяйстве я еще так сильно не думал, но пошел, естественно, вместе с папой, и так мы двигались и доросли до определенных высот, которые уже хозяйства знают не только в Крыму, но и по всей России знают нас. А если человек уже занят на земле, выращивает определенные культуры, создает определенный объем этих культур для того, чтобы наши люди, ну, я имею в виду страна, потребляла эту продукцию, только с любовью можно это делать. С полученными знаниями и опытом также приходит и уверенность в своих действиях. Как агроном Андрей убежден, что для Крыма лучшей технологией выращивания зерновых культур является наутил, и много лет именно ее используют на этих полях. После уборки урожая оставшаяся на поле стерня не сжигается и не взрывается в землю, а сама земля не вспахивается. Такие поля всегда очень легко отличить от тех, которые возделываются по классике. Это заметно даже во время посевной. По всем данным, которые у меня сегодня есть на сегодняшний день, во всех регионах нашей Российской Федерации и во многих странах мира занимаются технологии наутил. Я не скажу, что почвы подходят, не подходят. Это может быть отговорки каких-то там хороших агрономов, скажем так. А на самом деле мы же влагу экономим, потому что мы же живем в Крыму, у нас нехватка влаги есть. И защищаем почву от солнечных лучей, потому что у нас много солнца. Затем у нас сильные борозы бывают зимой, где надо сохранить. И наутил защищает как от водной эрозии, то же самое от ветровой эрозии. То есть это технология, которая защищает и бережет почву даже на будущие годы, которые у нас будут еще. Были небольшие осадки перед посевной кампанией. И сегодня мы сеем во влажную почву. Отсеяли уже пшеницу и сегодня досеваем уже ячмень. Ячмень это кормовая культура, она у нас чем удобна, у нас зона ячменя, кстати. Пшеница не так уж сильно хорошо получается, но из-за чего пшеницы не получается? Потому что летние бывают дожди и туманы, где подсаживается, конечно, понижается кликовина. А ячмень это более кормовая культура, которая идет как на корм в основном и на продажу и за рубеж идет она. У нас, допустим, пшеница все равно лучше, чем на материковой части, потому что у нас больше солнца, лучше все равно набирается кликовина. У нас более такое зерно качественное. Если брать масленичные культуры, допустим, как лен, то у нас где-то в полтора раза по качеству сам лен или горчица, и тоже горчица, они лучше качеством, чем, допустим, выращенное где-то в средней полосе России. Также со временем при работе на полях рождаются и свои небольшие хитрости, или скорее новшества. Знания агронома дополняются инженерными и техническими, и рождается, например, новая улучшенная сейлка, которую используют не только в этом фермерском хозяйстве. Еще лет 12 назад мы подумали о том, что что-то надо сделать. Как это сделать, если, допустим, сейлка была очень дорогая даже в то время, но и сейчас они недешевые, то мы приняли решение изобрести собственного производства с соседним фермером, и она хорошо получилась. Такая простая, как автомат Калашникова, мы люди нежадные, мы, естественно, делимся информацией, люди принимают, и кто хочет принимать для себя вот эту технологию, тот и принимает, он и видит разницу, как он раньше работал, и как сейчас он может работать. Сделано самодельно, все полностью. Здесь сделана с нуля рама, сделаны колеса, уже колеса от комбайна Дон. Банки высевающие от СЗ-3,6 сейлки. Наши обычные, еще с Украины они вот эти вот сейлки были, с советских времен еще. С чем связана большая она сейлка? И по длине она получается 3,5 метра, и по ширине она 5 метров. Рама поднята выше для того, чтобы хороший сток был семян по вот этим семипроводам. В семипровод попадает семя, она идет в сошник. Сошник, сейчас, булаву еще сделаем. Сошник опускается в почву, он процарапывает в почве грязь, и семя высыпается вот в защитные такие щитки. Семя закладывается на определенную глубину, куда настроена сейлка, и засыпается уже почвой, почвой засыпается с помощью цепи. И тем самым она вот, видим, выровненная почва, а семена лежат на глубине от 3 до 5 сантиметров, на сколько нужно заложить семена. Сейлка, она подразумевает, она не перемешивает сильно почву, она, ну, конечно, подмешивает, но в основном растительные остатки остаются на почве. Тем самым у нас в зиму входят растения, которые уже будет, ячмень вырастет, растение, когда вырастет, в зиму войдет, оно уже будет защищено за счет растительных остатков. То есть уже не так будут морозы пробивать, и весь снег, который будет, он будет задерживаться на почве. Это поле посеяно было 2 недели назад, если вот обратить внимание, уже просматриваются рядочки, это у нас шилка, идет ячмень, всходы ячменя. Через какое-то время, дай бог, больше осадков, это будет уже, кущение пойдет, и в зиму будет уже в фазе кущения входить в зимовку наш ячмень. Это должно быть тепло, тепло, влажно, и, естественно, дать какие-то комплексы удобрения и защитить растения. Смысл очень простой, естественно, у нас существует севооборот определенный, и закладывали эксперимент по вике, по сои и по льну. Чем хороша соя, она, естественно, это бобовая культура, которая дает азот в почву. В Крыму всегда выращивали зерновые культуры и будут выращивать, я скажу так. Ну, конечно, Крым это все-таки регион виноделия, винограда, садов определенных. В общем, это такой регион, где действительно надо, чтобы все прорастало. У нас Крым в среднем, он предполагает выращивание в районе 30 центнер, ну, и может быть там чуть выше, чуть ниже. В среднем это 30 центнер, это Крыму. Есть регионы, конечно, побольше всегда дают, но есть и регионы, которые меньше дают. То есть Крым в среднем 30. Крым может сам себя обеспечить хлебом? Вы знаете, в принципе, может. У нас выращивается где-то в среднем от миллиона тонн и выше бывает урожайность всех зерновых культур. То есть это хороший результат для Крыма. Ну и можем и продавать, можем и закупать. Там уже идет процесс бизнес больше заходит. А технически вырастить можно, да. Но это ценнее все-таки, да, когда мы едим свой собственный хлеб, как вы думаете? Я думаю, да. У нас это хорошего качества пшеница. Вы приезжали в июне месяце, мы убирали вот это зерно. Была уборка. Потом мы его пропускали через весовую, пропускали через очистительную машину. И потом закладывали в рукава. Рукава – это аргентинская система хранения зерна, которая позволяет долго хранить зерно непосредственно от атмосферных явлений, которые, катаклизмов. И не нужно никакие склады. То есть не надо не возить ни на какие элеваторы. То есть это хранение дешево и сердито. Причем оно защищено как от осадков, это зерно защищено от птиц, защищено от вредителей, от жучков, паучков и амбарного вредителя в том числе. Сейчас зерно обратный путь совершает. Да, сейчас это зерно идет на посев, дочищается, перерабатывается препаратами и запускается уже в поле. Нам кажется, что за ходом посевной интереснее всего наблюдать из кабины трактора. Но наш герой говорит, что ему приносит радость любая работа на поле. Впрочем, как и всем, кто работает рядом с ним. У меня все любимое. И поездки, и находиться на поле, и посевная, и уборка. Весь процесс подразумевает год работы. То есть если мы сеем сегодня зерно, то через 9 месяцев у нас идет уборка. Этот процесс, он как бы, так к нему подходишь, он более творческий. Он, конечно, своеобразный, погода, природа дает свои какие-то корректировки. Но это больше, мне кажется, творческая работа. Такая интересная, она не кабинетная. У нас на хозяйстве оформлено 25 человек. В посевной компании занято где-то в районе 15 человек, потому что есть еще и виноградари у нас. Работа отлажена. Тремя сеялками мы, тремя агрегатами мы сеем. В общем, все хорошо в этом плане. А то, что касается молодых специалистов, у меня сейчас племянник учится в прибрежненском техникуме. Если по-старому его так называют. Специалистов мы растим сами, потому что мы на механизаторов учим молодых людей. И после армии даже возвращаются к нам люди, потому что коллектив отлаженный. Средний возраст у нас людей работы по годам где-то до 15 лет. Где-то от 10 до 15 лет уже люди по много лет работают. Первое, то, что они, конечно, любят. Второе, это, я скажу, хорошие зарплаты по сравнению даже очень с городом. Если сравнивать, хорошие зарплаты. Затем питание, обед, ужин. Если вот в посевной, в уборке, это все всегда спецодежда, все выдается. Так что, я думаю, нормально. После школы отучился на тракториста, как обычно раньше это было принято, нормально. Где учат на тракториста? Ну, раньше была сельхозтехника, там обучали. Получил права и работал в колхозе. Потом сюда пришел. Я вот сею, в уборочное зерно возил. Мешки вот набивали. Вам нравится ваша работа? Здесь свежий воздух постоянный. Тишина, спокойствие. Тишина, ну трактор шумит. Не, нормально, че. Сейчас уже не такие трактора, что там в наушниках едет. Нормальная техника. Трактора из Белоруссии, белорусы делают их. Ну, а че, трактор вроде бы нормально, оснащен кондиционером. А че еще? В жару тоже хорошо. Хорошо, конечно, да, прохладненько. Тот же самый офис. Только на свежем воздухе. В деревне мне больше нравится, чем в городе, честно говоря. Ну, здесь как бы ту же курочку, ту же поросеночек. Как бы все свое, на рынок не бежишь. Тишина, спокойствие. Сейчас вот будут выходные, поедем где-нибудь на природу с семьей. Где-то в лес, может. Но есть еще и другие обязанности. Сейчас Андрей Суслов возглавляет союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зеленого туризма Крыма. Этот союз помогает фермерским хозяйствам полуострова работать и развиваться, взаимодействовать с профильным министерством, получать средства государственной поддержки. Помогает фермерам как по ярмаркам, фермерам по проектам. Какие-то у нас проходят плановые такие проекты по возмещениям. Затем у нас мы непосредственно сотрудничаем с Ассоциацией фермеров России. Акор она называется. Ездим на съезд. Проводим у нас съезды, общаемся, поднимаем какие-то... Фермеры поднимают определенные житейские свои вопросы, которые как-то затрудняют их деятельность. И я думаю, мы вот в этих съездах, когда поднимаются проблемы, мы их решаем уже на уровне, как министерство, и как и Совмина даже решаем. Мы учимся у друг друга по большой части, потому что им есть чему поучиться у нас, и так же, как и мы учимся у них. Я скажу, у нас в Крыму даже и при Советском Союзе, и при Украине все равно было на хорошем уровне. Понятно, что экономически оно все подустало за 90-е, начало 2000-х годов, но все равно уровень у нас хороший. Вы можете сказать, что увеличивается количество фермеров? Вы знаете, увеличивается, да. Если на сегодняшний день, наверное, около 3000 уже сегодня в Крыму фермеров, фермеры получают и дотации, и получают гранты. Особенно для молодых фермеров это, конечно, хорошо. Мы когда уходили в фермерство, у нас не было таких хороших условий. Но все равно это для фермерства, ну, подарок, но небольшой, потому что надо вкладывать тоже больше своих средств в любом случае. Село есть село, естественно. Только пришло время, когда его надо все-таки улучшать, потому что село, оно все равно стареет. Уезжают молодежь больше. Если раньше в колхозе тысячи человек работало, то сегодня на селе работает мизер людей. Многие люди работают в городах, уже не так держат хозяйство, как раньше. Ну, в общем, я не скажу, что оно вымирает. Село надо, наоборот, улучшать и надо, наоборот, звать каких-то молодых специалистов село, чтобы развивать его, поднимать. Ну, а раз село есть село, то должны быть в домашнем хозяйстве и животное. Есть они и здесь, да не простые, а золотые. По крайней мере, яйца, которые несут эти французские и немецкие куры, точно необычные. Завести таких красивых заморских птиц решила жена Андрея Жанна. Мы же все дети, деревенские дети, так что и Жанна выросла, и с курями, и она и коров умеет давить. Просто уже, по сути, не держим коров, а курица – это такая птица, которая не сильно прихотливая, но она предполагает такое хобби, как бы. У нас в семье давно всегда куры были, а в этот раз у нас уже года два, как мы купили инкубатор, купили хорошее яйцо, породистый кур. И у нас несколько пород кур, которые несут хорошие яйца, качественные, мы еще посмотрим, какого цвета они бывают. И вот это, допустим, черная курица – это джерсийский гигант, который несет кремовое яйцо. И тем самым это качественная порода и хорошее мясо, потому что у нас куры, которые продаются в нашей торговой сети, они не того качества, если честно говоря. Если кушать хорошую домашнюю курицу, ну это совсем разные вещи. И когда в бульоне стоит ложка, это когда уже холодец становится от петуха, это на самом деле так оно и есть. Куры все по породам распределены, у каждой породы свои есть петухи, определенное количество курочек. И самое хорошее, то что у нас есть породы немецкие, французские, японские, наши, российские. Есть голубое мясо, это французская порода, она во французских ресторанах подается, там шикарное блюдо считается. И килограмм такой курицы стоит больше 100 евро. Вот, ну мы ее не продаем, но вот так вот употребляем в пищу. Есть у нас яйца голубые, есть яйца кремовые, есть яйца белые, есть яйца темно-темно, такие, как темный чай, вот, темно-коричневое яйцо. Ну вот мы находимся у гнезда французской курицы, вот, вот такие вот яйца, они голубенькие несут. Есть яйца сейчас темные покажем еще, вот это вот французская курочка. А по вкусу они как-то отличаются? Вы знаете, вот это яйцо, оно было выведено еще и японскими там селекционерами. Оно, очень много там питательных веществ, больше чем в обычном нашем яйце. И самое важное, что они против радиации еще лучше работают. Вот мы сделали такой небольшой курятник, именно вот для такого небольшого количества кур и разных пород. То есть здесь вот в каждой клетке есть одна порода и таких 4-5 пород у нас. Домики делали сами? Да, да, все это сделано своими руками, все сами сделали, да. У нас как получалось, и были какие-то архитектурные планы? Ань, ну что, сели, нарисовали и там через 2 месяца все это было сделано. Сейчас, 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 вот так. Какие они все-таки разноцветные. Да, разные. Как вы на Пасху красите вообще яйца? Вообще на Пасху вот после таких пород и нечего красить, потому что, ну вот видите, какого цвета они. Разного. И еще есть белые яйца. Также следят за курами и очень о них заботятся местные коты. Не хулиганят, за перьями не охотятся, а спасают пернатых от вредителей грызунов. Иногда еще они заходят в гости к козлам и поросятам. Вдруг и там нужна защита. Это бложка, оказывается. Она тут с курами вместе гуляет и общается. А, мур-мур-мур говорит, мур-мур-мур. Раньше она вообще не подходила к людям. Козлы у нас появились практически случайно. Это в этом году первый раз мы за мою жизнь завели козлов. У нас знакомая занимается козами. И у нее на откорм были вот эти вот козлята, мальчики. Ну мы их взяли вот. И, кстати, ни одного еще не зарезали, потому что как-то жалко. Ну они красавцы, конечно. Да, такие чубы у них, рога уже такие стали. Мы заготавливаем сено. И для них, и для вьетнамских поросят. Корм это зерно в основном. И сено разных трав. Любят они все. Они едят все. Буквально. Они обгладывают даже деревья. Причем обгладывают так... Так дерево обгладывают, что остается одна только древесина. Очень красивая и такая гладкая. Они такие неприхотливые животные. Они практически ничем не болеют. И что еще за них сказать? Ну они, кстати, еще такие общители. Мне кажется, они очень рады, что вы им принесли. Да, да. Они всегда радуются, когда их кормят. Особенно вот такой с зеленой травкой. Кто любит животных, кто вот так занимается скотиной, конечно. Многие люди держат. Хотя уже, кстати, если честно, разучились уже держать. И коров уже меньше держат, и свиней. Но сейчас в колосках, получается, тоже такая же история. Меньше стало животных. Вы знаете, если раньше хотя бы одно стадо было 200 голов, это одно стадо, а так их несколько было, то сегодня одно стадо у нас 30-40 голов, по большому счету, вот в селе. На село больше тысячи человек, да? Да, на село больше тысячи. Конечно, уже мало кто держит. Те, которые не держат, они начинают жаловаться на тех, кто держит. И получается, воняет. Но это село. Ну, село, да. И наш герой видит, что его труд и труд всей семьи – это не только их личное деревенское счастье. Сегодня немногие решаются жить и работать в деревне. Но именно те, кто все же это делает, дают всем остальным возможность быть уверенными в своем будущем. Село для меня это значит, это более свободно, это хороший большой простор. Тем более у нас тут своя улица, мы не привязаны сильно, вот как к маленьким площадям в селе, домам, приусадебным участкам. То у нас именно простор гектары, у нас чистый воздух хороший. Потому что у нас здесь регион, когда степной перемешивается с морским воздухом, это очень полезно. Кстати, не зря тут у нас около Ивпатории санаторий, особенно детская здравница это считается. Ну, в общем, село мне больше нравится, чем город. На Сахалин я хотел вернуться, допустим, в 13-14 лет еще хотел. Когда были живые воспоминания. Да, такое еще детство было, друзья, это тайга, лес, реки, рыба. Здесь я приехал, тут степи, равнина, ничего не понятно. То сейчас уже нет, конечно, уже все, быкли, здесь живем. У нас же она есть дочь, Ксения, она работает у нас же в хозяйстве. Все в семейном бизнесе развиваем сельское хозяйство. Все друг с другом, рядышком. В каждом сезоне есть своя определенная красота. Зимой это снег, весной это цветущие поля, летом это засохшие, скажем так, поля, которые надо... Желтеющие, да, такие красивые. Осенью это такая, как определенная серость, которая через какое-то время будет определенная, зелень, полей. Но своего рода это... Каждый сезон это все равно красиво. Это же кайф, когда вот вы сегодня видели эти зеленые подрастающие росточки. Это же кайф видеть то, что происходит. Конечно, это процесс нашего труда, это труды, которые вот мы видим уже какой-то начальный результат. Это дает счастье? Я думаю, да. То, что касается земли, это любимая работа, это то творчество, которым мы уже заняты. Ну, на земле я уже, скажем так, 30 лет работаю. А счастье это то, что семья... Ну, конечно, я считаю себя счастливым человеком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова